Сами мы являемся теневым обществом, обществом двойных стандартов. Мы так и не перестали быть стороной Майданов. Сейчас ФОПы протестуют. Это примерно, как сказать человеку, я хочу иметь ошейник на твоей шее. ФСБ, рукожопы, все эти вот структуры, они рукожопы, то есть они не могут ничего сделать эффективно. Для социума, для общества он на меня так внимательно посмотрел, говорит, ты что не понимаешь, что ты говоришь с олигархом? Приветствую зрителей Политека, я Екатерина Шумила, Сергей Гайдай, политехнолог, сегодня с нами. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Катя. Сергей, стало известно, что в этом году богатейшие люди разбогатели еще больше, практически на 20%, увеличив свое состояние на 2 триллиона долларов. Что скажете, почему богатейшие снова становятся богаче, а бедные продолжают беднеть? Почему такая тенденция? Ну, вопрос сложный, но постараюсь свое видение высказать, которое, конечно, не претендует на истинно последние инстанции. Во-первых, Катерина, вы должны понимать, что я, естественно, не отношусь к короноскептикам, людьми, которые будут утверждать, что никакого коронавируса нет, безусловно, он есть. Но я не отношусь к тем, кто на базе пандемии впадает в панические настроения, такие знакомые у меня есть, особенно на начальной стадии, когда вирус только появился, все, человечество вымирает, маски, разные конспирологические версии появления о том, что просто этот вирус нужен золотому миллиарду, чтобы избавиться от лишних людей, этот вирус нужен формологическим компаниям, чтобы заработать. Формологические компании давно зарабатывают на этом рынке на человеческой склонности, на двухчеловеческих склонностей. к нежеланию поддерживать свой иммунитет какими-то усилиями, потому что это усилия. Всегда хочется взять таблетку и все решить одним быстрым движением. А потому формологическое компания на этом зарабатывает. Второе, на такой паничности. Если мы обнаружим какую-то болезнь, нам надо с ней бороться. Если повышается температура, нам надо ее сбивать, не понимая, что это как раз организм, и включает все необходимые, естественные, выработанные миллиардами лет, эволюции механизмы, чтобы избавиться от той или иной болезни. И вообще, в принципе, взгляд на болезнь, как на какую-нибудь катастрофу, потому что зачастую болезни являются такой своеобразной формой очистки организма, которой надо уметь правильно болеть. Поэтому коронавирусу я не вижу... Да, я не буду отрицать смертность, но есть огромное количество болезней, у которых смертность выше, чем у коронавируса, тем не менее, мы давно к ним психологически привыкли. И я считаю, что эта проблема более психологическая, восприятие коронавируса, подогретая средствами массовой информации, подогретая всеобщая наша культура, особенно кинокультурой. Помните, какое количество фильмов было выпущено про разные типы пандемий, начиная от того, что вирус превращает людей в зомби, заканчивая на любые другие. Вот недавно смотрел анонсы фильма про пандемию и понял, что я много чего не смотрел. Например, фильм, где вирус превращает людей, заразившихся, в тех, которые боятся открытого пространства, и там погибают. Поэтому живыми остались только люди, которые были в помещениях. И вот как им теперь жить дальше? Потому что выйти на открытое пространство они не могут. Ну, огромное количество. И это очень попало на эту подготовленную почву. Это больше психологическая вещь. И, скорее всего, как и с гриппом, который был точно таким явлением, как коронавирус. Вспомните, в 2018 году от испанки какое количество человечества погибло. И такой паники не было. Нет, ну почему? Просто не было такой коммуникации. Почему? Не было карантина всеобщая. Ну, потому что не было такой коммуникации, не было такого опыта и способности, и такого взаимодействия стран и медицинских систем. Не было всеобщей организации здравоохранения. Международная организация здравоохранения не была. Мир еще не был тогда так организован. не было оон извините меня данную и так далее поэтому я к этому отношусь спокойнее и вот то что вы сказали что люди заработали денег говорит что может быть и экономики не такой ущерб был нанесен как это обычно хочется представлять тем более в украине в стране про которые не раз вам говорил что мы живем в удивительной стране где за 30 лет построено теневое государство сами мы являемся теневым обществом обществом двойных стандартов очень многое что мы делаем в реалии находится в тени мы это скрываем зато во втором стандарте мы начинаем рассуждать о каких-то вещах которые как бы формализованы да там про налоги мы стараемся налоги не платить что весь мы смотрите это не критикую что весьма справедливо потому что мы не хотим платить налоги теневому государству но зато в какой-то риторике о необходимости оплаты налогов мы и гордое имя налогоплательщик мы всегда готовы поддержать или там зарплата да мы хотим получать ее в конвертах вне мы ее получаем в конвертах иначе мы не сможем работать и жить но рассказы рассуждения что зато ты должна быть белая и что те кто платит белую зарплату не в конвертах это правильные люди у нас тоже есть то есть все мы живем по данным стандартам там также помогает нам выживать и теневая экономика то есть мы находимся в теневой экономике и если коронавирус наносит серьезный даже не коронавирус локдаун способен нанести очень серьезный удар по официальной экономике потому что официально будет запрещено работа огромного количества площадок предпринимательских где люди могут зарабатывать и работать то все это просто уходит в тень грубо говоря вы запрещаете салону красоты работать они работают в теневой зоне либо по паролю вы туда заходите чтобы не пришла проверка либо мастера выезжают к вам на дом и работают там с вами ну и так далее поэтому в украине рассуждать о падении экономики сложно тут трудно разобраться пошел теневой экономики зачастую не бывает нормальной официальной статистики она бывает только официальная это вот особенность наша поэтому я думаю что интереснее порассуждать а что будет в 2021 году да мы сейчас к этому перейдем просто если есть такой мировой тренд что богатейшие стали еще богаче если мы говорим об украинских бизнесменах олигархах можно ли предположить что и они за этот год стали богач вы знаете я не знаю надо спрашивать экономистов надо спрашивать макроэкономистов но то что я наблюдаю и когда я говорю мы снова возвращаемся к теневой экономики что мне к теневому государству извините что такое теневое государство это когда и зачем оно вообще нужно это когда небольшое количество финансово промышленных кланов тех которых называют олигархами олигархических кланов а эксплуатирует эту страну ее активы зарабатывают при помощи государства которое состоит там из миллиона чиновников госаппарата которые обслуживают и понятно что система коррумпирована потому что это прямое выражение коррупции когда некие люди у которых есть руках власть используют ее не на общее благо а для личной выгоды весь этот аппарат все это коррумпировано и я все время говорю что мы не заживем нормально и мы не выбьемся в когорту цивилизованных стран где людям жить хорошо где людям жить хочется где у людей есть все необходимое для комфорта безопасности для личного развития для личной самореализации пока мы не демонтируем это государство так вот так или иначе стали ли богаче наши олигархи я пытаюсь рассуждать логически смотрите это систему надо убрать не только потому что она несправедлива для большинства людей живущих в этой стране очень эффективно вот она тотально неэффективно здесь все делается извините вот знаете наблюдал за последней сенсации российского мира вы в курсе какая последняя сенсация российского мира отправленный навальный сумел с помощью международных организаций провести расследование и это расследование вычислила всех участников его отравления и докопалась и показала научно как 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 это было сделано кто это сделал как это было сделано какие организации конкретные персонали там бригада врачей-убийц состоящая там по моему счет семи восьми не меньше или девяти вот так вот скажем так самый главный вывод там что они не сумели его отравить то есть задействована была вся огромная государственная машина россии она не эффективная и там есть такое слово извините за французский до рукожопая российское государство рукожопая фсб рукожопая все эти вот структуры они рукожопая то есть они не могут ничего сделать эффективно они ну там я слушал очень хороший анализ юлии латыниной которая говорит что они не выполняют задачи они множат сущности имитируют действия вы думаете украинское государство чем-то отличается и вот теневое государство тоже неэффективное государство если в какой-то период когда имущество в стране было много а у нас была своя сенсация если вы помните похожая она конечно не такая резонансная на волнует только украинцев это расследование которое совершило журналистка это же расследование которое сделано было не так профессионально понятно команда громадского телевидения который называлась наследник нащадок если видели да где главным героем был выдвинут ну по-моему это старший сын щербаня и была попытка покопаться в истории 90-х годов как впервые погиб у первый украинский олигарх у нас в эфире кстати был его сын и кому интересно могут посмотреть это интервью где он дробно рассказывает у меня есть собственное мнение по этому поводу да то вот смотрите вот в тот период когда от большой советской империи осталось огромное количество все еще работающих активов то вот знаете что там факты этого исследования ну и меня сейчас волнует не там кто его убил и как это было а то что его называли первым украинским олигархом и он первый в очень быстрой манере там там значит очень неплохой рассказ какие были 90-е годы то время текло очень быстро там человек от обычного кооперативщика предпринимателя за один за одну неделю мог пройти путь до почти олигарха и что им организована организация индустриальный союз донбасса там практически за какой-то очень быстрый период стала весить стоимости своих активов миллиард долларов это еще 90-е годы тогда доллар был куда больше покупательской способностью и так далее и тогда этот олигархический класс и возникал тогда и выстраивалась кучмой и его политическим окружением вот эта система теневого государства когда именно олигархические кланы сообразили там блочко там очень хороший анализ то что чем черба не отличался почему он был первым помимо его невероятной активности сообразительности когда он вдруг понял что теперь это можно просто забрать себе то что раньше было огромной советской индустрии и понятно почему он был в донецке потому что основная основные крупные промышленные активы где находились донецкая и луганская возможно днепропетровская запорожская области это был восток украины заводы энергетика газ металлургия и он тогда смог эти все схемы простраивать как быстро зарабатывать раз государство больше этим не владеет сохраняя все те же связи через юлию владимировну со своими с лазаренко когда и нички система не торговали газом с россией тут подвязывалась металлургия как совершить разные схемы операции надо впервые возникла тема схемы по какой схеме зарабатываешь как это сделать как это превращать деньги как это превращать в капитал и как это все приватизировать потому что это тогда все еще было государственным и он был первым олигархом тот же ахметов который сегодня олигарх номер один и богатейший человек номер один он был тогда извините таким ну извините за слову пацаном который вдруг попадается в кадрах скромно стоящим в уголке и говорят так ренат ренат и ты ты тоже появился у нас там где где-то где-то было и характеристика его что щербань тогда скром не любивший в принципе не любивший кого-то хвалить говорит а вот ренат далеко пойдет вот тогда этот весь класс как бы возникал так вот я думаю что мы переживаем через 30 лет на полную неэффективность этой системы потому что ничего эффективного эти люди так и не построили они более-менее разделили раздеребанили те активы которые им попали в руки а я вам скажу мне когда-то был первый разговор с одним из олигархов в свое время который был близким другом петра алексеевича порошенко и его скажем так его партнером он так и он выходят с украины но у него московское гражданство я сейчас не знаю где он как он растворился потому что он последний раз он появляться когда петру сече стал на нашем рынке в украине когда петро алексеевич стал президентом и когда я ему что-то рассказывал что он обладает деньгами может сделать полезного для социума для общества он на меня так на этом посмотрел говорит ты что не понимаешь что ты говоришь с олигархом я такой опешивший еще такой юный политехнолог говорит мы олигархи стараемся ничего нового не строить пока старое не разрушится мне досталось в руки много старых активов они работают пусть они работают вот пока они свой ресурс не выработают вот пожалуйста нет никакого смысла никакой выгоды да то есть что такое олигархический слой это люди которые не живут в этой стране и не ощущают себя жителями этой страны они воспринимают как колонию как плантацию это надо эксплуатировать поэтому смотрите когда вы говорите богатые люди в мире что-то там заработали то это люди которые скорее всего так не относятся к миру как плантации они не ведут себя как колонизаторы они стараются зарабатывать произведя ну у меня от может я наивный а может это не относится ко всем богатым людям но у меня примеры там публичных богатых людей кто это да это илон маск там это вот видеть билл гейтс это люди которые создали смотрите добавочный продукт и в своей деятельности не просто зарабатывают деньги а еще является цивилизаторами и прогрессорами то есть изобретая новые технологии предлагая человечеству новые рынки новые направления деятельности они двигают прогресс тот же илон маск сегодня испытывал ракету которая показывает вот про извините про рукожопость государства мы живем в мире который развивается в сторону того что государство все более становится неэффективными и скорее всего через какое-то время уже на наши на при нашей жизни человечество начнется от такого механизма общественного устройства государства отказываться от некого аппарата чиновников которые берутся нам обеспечивать безопасность развитие представлять наши интересы заботиться о нас вот от этого механизма человечество будет отказываться по простой причине она становится все более неэффективным вот сайте про илона маска вот в части его борьбы с государством и как он это показывает я жил в советской империи ссср и четко помню что мне с детства убивали мысль а приоритетом ссср одним из важных цивилизационных приоритетов есть освоение космоса помните байконур полеты в космос станция салют космонавты как основные герои мы осваивали космос и не горели это очень дорого на это способны только сверхдержавы поэтому космос осваивает советский союз невероятным напряжением сил это очень дорого стоит и космос осваивает сша с которым у советского союза гонка за космос где-то советский союз опережает сша где-то сша опережает в части там шаттлов или освоение луны советский союз даже маленькие страны не способны осваивать космос там европа или страны соцсодружества только присоединялись большим космическим программам супер держав сейчас космос державы больше не осваивает во первых они это делают очень дорого и навсегда гриле это огромные деньги я запомнил интересную статистику последнего времени на сегодняшний момент государственная стоимость вывода если не ошибаюсь 1 килограмма груза на орбиту это примерно 50 тысяч долларов вот как если вы захотите полететь купить билет космической космического туризма вам надо внимательно следить за своим весом потому что стоит это будет очень немало да ну понятно кстати по моему некоторые украинцы такие билеты или имели по моему тот же филатов надо будет у бориса альбертовича проспрашивать а что с его билетом в космос он когда-то его покупал потому что желал полететь в космос кстати заметно похудела за последние годы не с этим ли связано ну я думаю это связано просто здоровым образом жизни и его активной деятельностью потому что сегодня быть мэром миллионного города поверьте это очень большое напряжение но мне кажется он не полетел по простой причине потому что билет был на рыб российскую программу а там началась война и тотально поменяли свое отношение к российской федерации так вот 50 тысяч долларов когда илон маск объявлял о том что он развивает программу dragon то есть если я правильно называю вот сейчас он доставляет космонавтов на международную станцию помните первые два полетела сейчас уже 5 полетела он снизил стоимость до 3000 евро за один килограмм а если стартует его программа который сейчас испытывает и так званые по моему старт шаттл называется новые корабли это будет 10 долларов за килограмм это уже очень доступная цена для любого человека который захочет инвестировать вывод каких-то спутников сам полететь еще чего-то в космос и это говорит об одной вещи частная всегда значительно дешевле эффективнее конкурентнее чем государственная вот это государственная рукожопость она есть и тут украина может быть не на последних местах по простой причине а мы так и не построили этого государства за которыми мы держались и который бы нам нравилось мы его ненавидим во первых у нас как у нации какой этноса государство вечно было чужое мы всегда с ними боролись или австро-венгерская или польская или российская или советская мы не воспринимали его родные поэтому это всегда было внутреннее сопротивление борьба а этому государству а когда мы построили свое в девяностых годах она казалась это столь непривлекательным столь неэффективным столь несправедливым что мы лично от него пытаемся избавиться вечно выходим там в какие-то времена бунтов да на майдан либо на акции протеста вот сейчас идет акция протеста сейчас мы мы так и не перестали быть страной майданов сейчас фопы протестуют сейчас фопы протестуют против вот этого извините меня рукожоп рукожопого государства где какой-нибудь гейтменцев снова нам доказывает что они будут бесконечно люди разбогатевшие на теневой экономики активно пытаются с экономики которую в тень не может так легко уйти до собрать какие-то очередные деньги причем в чем эффект нет в чем смысл того что они делают но они говорят примерно так мы хотим чтобы вы за свои средства купили систему контроля за собой а контролировать будем мы это примерно как сказать человеку я хочу иметь и шейник на твоей шее но хочу чтобы ты сам его купил и отдел а поводок отдал в руки мне естественно моральное сопротивление будет у любого человека с чего это вдруг тем более человека который не нарушает никаких законов человек который является официальным налогоплательщиком человек который и так готов государству платить то что положено по договоренностям и попал непонятно прозрачным правилам его сразу превращают преступника и говорят ты за свои средства должен средства контроля над тобой это вот сфоры чиновников налоговиков милиционеров пожарников и еще кого-то все кто не производит добавочного продукта а всех кто просто хочет собирать эти деньги с тебя ты должен еще за свои средства дать им вручить руки еще один канал контроля над собой и поэтому вот мне кажется это главное главное о чем должны сегодня думать украинцы нужно ли нам такое государство государство я честно не страна не культура не люди а механизм управления нашим всеобщим скажем так совместным житьем бытием сергей ну а что позволяет этим людям которые возглавляют теневое государство оставаться у руля теневого государства годы то есть 30 лет потому что даже сейчас мы видим то что происходит в украинской политике олигархи тот же коломойский ахметов пытаются своих людей поставить министрами обычная человеческая природа выгодно выгодно то что им сказал вот скажите пожалуйста у вас будет выбор между тем чтобы быть правильным работником и получать официальную зарплату из которой половина ее будет уходить государством с этим неэффективному государству государство которое эти деньги не использует на обустройство вашей среды обитания вашей безопасности дорог не знаю каких-то культ культурных мероприятий еще чего-то а при этом работодатель он скажет знаете в связи с тем что я условно говоря 1000 долларов буду платить вам зарплаты но мне придется еще 500 долларов из этих денег отдавать государству чтобы я мог вам платить эти официальные деньги и вы считались бы белым работником с нормальными налогообложением вот таким правильным четким пониманием что из-за того что вы получаете зарплату вы еще и общество от этого получает что-то плюс но он будет скатя я так не могу потянуть полторы тысячи долларов поэтому чтобы платить вам зарплату я буду вынужден вот официально и и снизить до 500 долларов и тогда все будет нормально я буду платить вам 500 долларов из них 250 будет уходить государству и и 750 я потяну вам на зарплату что вы ему скажете знаете я соглашаюсь на конверт где будет 1000 долларов мне же жить надо мне надо покупать вещи мне надо покупать обеспечивать свою жизнь мне надо ездить на мальдивы и так далее так далее вы согласитесь вот смотрите это скрепляет все наше теневое государство потому что меняются президенты почему они соглашаются на эту систему почему они ее не могут разрушить потому что надо проявить невероятно политическую волю потому что надо и ситуации надо будет рисковать потому что этой системе быть такой выгодно и она будет сопротивляться вы обнаружите что вам не на что опереться выбор чуть силовиков силы все силовики коррумпированы а те люди которые там пытаются быть менее коррумпированными не играет не занимает а ключевые посты если вы я вам так скажу вот я вспоминал сегодня анализ когда юлия латынина мне очень понравилось сказал о том какое-то государство рукожопая и почему каждая следующая власть даже не она извините другой человек если не ошибаюсь быков он сказал что даже если представить себе что завтра путина не станет придет новый человек и искренне захочет эта ситуация зеленского пришел новый человек искренне захотел что-то здесь поменять в этой системе и он не является саакашвили сумасшедшим человеком которому все равно который смел который может и по крыше пробежать вырваться из машины избу и вообще сам 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 первый залезет на баррикаду под пули и так далее вот он таким не является нам бы является обычным человеком со своими страхами паническими атаками непонимание многих вещей окружением которые его убеждают не делать резких движений да потому что все зарушится все будет не так так вот бы как сказал представляете какое количество людей надо будет подвергнуть люстрации и не просто там уволить из органов всех этих которые не могут даже одного человека отравить когда им дается прямой приказ президентом все же прекрасно понимать что отравление навального могло быть только если путин сказал отравите его его-то не пытались его отравить там несколько лет за ним ездили если вы смотрели расследования советую вам они показывают сколько они пытались это сделать и в итоге все равно них не получилось в итоге в них в итоге не получилось сорвалось да по идее те люди должно быть наказаны во идее они должны признаться быть профнепригодными. Потому что если агент или наемный убийца не может убить человека, то, извините, его самого ликвидируют. Потому что он слишком много знает, а функции своих выполнить не может. И так далее. А еще и деньги за это взял, скорее всего. Поэтому какой иллюстрации должно подвергнуться российское государство? У нас тоже пытались провести иллюстрацию. Только хотела вспомнить. То есть майданная иллюстрация почему не помогла? Ну, потому что ее фактически сымитировали. Она не была проведена. Настоящая иллюстрация была проведена, пожалуй, только где-нибудь в Чехии, когда Гавл захотел, да. И там действительно уволили и не допустили больше к управлению государством. Все, кто имел социалистическое прошлое. Были связаны со спецслужбами, с КГБ, с Советским Союзом, с Компартией и так далее. А у нас иллюстрацию не провели. Сергей, но это справедливо, если человек профессионал, но работал там. Вот смотрите, Богдан, который попал под закон про иллюстрацию и не мог занимать государственные должности, это сильно его, скажем так, сильно ему помешало быть долгое время вторым человеком в государстве. Нет. Нет, поэтому никакую иллюстрацию у нас не провели. Теневое государство имеет то, что я называю информационную ширму. Там все имитации. Там человек имитирует, что он, с одной стороны, патриот и что он главнокомандующий, и с другой стороны, напрямую договаривается с главнокомандующим страной агрессора и помогает активно его агенту-медведчуку становиться снова из политического трупа реальным, самым сильным игроком на политическом рынке. Поэтому в информационной ширме это имитация. Поэтому иллюстрацию нашу проимитировали. Почему удерживается это государство? Потому что всем ее участникам выгодно находиться в этой ситуации. Просто выгодно. А у них вся власть. Это не большинство населения, потому что от реальных реформ и преобразования, конечно, большинство населения бы только выиграло. Потому что новое государство должно быть более справедливым. Что такое справедливое? Это как все-таки большинство, и даже не большинство, любой человек получает равные возможности. Его права защищены, он безопасен, у него есть возможности. Вот возможности это ключевое слово государства, которые надо построить. Здесь возможности получают только узкое количество людей. Так вот смотрите, это узкое количество людей очень сильное. Все силовики, весь государственный аппарат, Все политики, весь средний класс, экспертное сообщество, которое получает необходимые деньги. Я вам так скажу, это, конечно, может выглядеть как исповедь, но я на рынке политехнологий 20 лет. И я никогда не помню, чтобы, ну вот так уж совсем на этом рынке не требовались услуги политехнологов. Там не было никаких людей, которые всегда к тебе приходили и говорили, что мне необходима твоя помощь, твои консультации, то, что вы умеете, ваша команда умеет, но был один раз. После избрания Зеленского рынок замер вот в мертвый сезон минимум на полгода, потому что вдруг все люди в полеоправящем классе растерялись. Для них же они были незыблемой кастой неприкосновенных людей. И их два Майдана приучило к простой вещи, что восстание проходит, а ситуация не меняется. Вот, знаете, у меня сейчас был такой пост в Фейсбуке, который, очевидно, вызовет очередную дискуссию большую. Я позавчера слушал, едучи на работу, слушал «Новое время», и на «Новом времени» был анонс передачи Сергея Жадана, который приглашал в свою студию Андруховича и анонсировал новую его книжку. Новая книжка его называется «Радио ночь». А главный герой существует в мире, в альтернативном мире, где Майдан 2014 года проиграл. Так это анонсировал Сергей Жадан. Вчера вечером эта программа прошла, я даже успел ее тоже, едучи назад, захватить на «Новом времени». Но я написал, друзья мои, о какой-то альтернативный мир, где Майдан проиграл. А у нас хоть один Майдан выигрывал? Даже не так. Там было представлено, что революция достоинства проиграла. А у нас не то что... Но проиграла это как? Не состоялось? Нет. Ну, Янукович, скорее всего, не ушел, диктатора не свергли, и так далее, и так далее, и так далее. Я говорю, смотрите, во-первых, у нас не только революция не выиграла, с моей точки зрения, она не состоялась. Потому что то, что в мире называется термином «революция», только тогда констатирует, что она произошла, когда меняется общественное устройство. Политический строй меняется. Он у нас ни при одном Майдане не менялся. Теневое государство ни разу не исчезало. Менялись персонажи. Майданом каждый раз пользовались какие-то люди. Олигархи так и оставались при власти. И первый Майдан... Ну, смотрите, когда Ющенко победил в первом Майдане, все рассказывали, ну, благодаря первому Майдану, все рассказывали, что огромное количество людей покинуло страну. Было огромное количество чартеров. Потому что они предполагали, что если власть меняется, то будут менять общественный строй. Начнут разбираться с активами, что-то возвращать назад, что-то национализировать, и так далее, и так далее. Когда все поняли, что ничем произошло, все тихо вернулись назад и передоговорились с Ющенко. Назад вернулся Ахметов. Назад повозвращались все остальные олигархи. И они снова поняли, что ничего не меняется. Януковича никто не арестовал за фальсификацию выборов и за совершенные в Донецке преступления. Все. Более того, он вернулся потом в премьеры. Он потом снова вернулся на президентскую должность. То же самое произошло и в революции 2013-2014 года. Сам протест победил, потому что диктатора свергнули. А это событие историческое. Я в нем участвовал, и мне не стыдно, и я бы снова пошел на Майдан. У меня нет этого всеобщего обывательского. Вот мы там стояли, нас там обманули, зачем мы выходили. Нет, я прекрасно понимал уже после первого Майдана. Пошли бы еще раз, зная то, к чему приведет Майдан? А, знаете, а это выхода не было никакого. И если снова сложатся такие ситуации... Почему не было выхода? Пойти на выборы и поменять... Никто не собирался выборов сделать. Более того, после протестов у меня был бы только один путь в эмиграцию. Потому что, поверьте мне, если бы Янукович с регионалами остались при власти, они бы стали нормальной диктатурой, они бы стали расправляться. Обратите внимание на Белоруссию. Вот у них Майдан не выиграл. Вы видите, что там происходит? Это концлагерь. Это реальный концлагерь с гибелью людей. Поэтому уж не стройте иллюзии, пожалуйста, да? Майдан должен был выиграть. Но революция не состоялась. Потому что олигархи снова остались при власти, и политический строй не поменялся. Регионалы снова вернулись. Пострадали конкретные персоналии. Янукович и его окружение. Но серьезной тотальной смены политического строя в стране не произошло. Потому что Петр Алексеевич Порошенко начал антиреволюционный реванш. Он вернул Медведчука. И самое главное, он сохранил и стал развивать и продолжать эксплуатировать дальше теневое государство в виде этой олигархической коррумпированной системы. И поэтому украинцам снова стоит вопрос, что делать. Вот пока они не поймут, что окончательный, скажем так, успех этой страны связан напрямую с теми людьми, которые не побоятся проявить политическую волю и демонтировать теневое государство. Хотя это очень сложно. Оно будет сопротивляться. Там огромное количество выгодополучателей, как я вам рассказал. Там огромное количество людей, которые в конвертах получают эти деньги. И их жизнь от этого зависит. И которые с трудом себя найдут потом на новом рынке. И поймут, как им дальше жить. Если все схемы исчезают, если все хозяева исчезают. Представьте себе государственного чиновника, который больше не нужен. Он занимался 30 лет чем-то, считал это важным, получал с этого и официальную зарплату, и неофициальные выгоды. И вдруг ему говорят, это в принципе не нужно. В государстве это не нужно. Это, кстати, происходит везде. Это не только процесс нашей государственной машины. Я вам честно скажу, как человек, который строил свою компанию лет 20 назад. Извините, нет, 15. 15 лет назад я четко понимаю, что больше вот такая структура, как была, она не нужна. Все поменялось. Удаленная работа, аутсорсинг, поменялся сам рынок заказчиков, поменялись сами технологии коммуникации, которыми мы занимаемся. Больше на выборах ты не строишь большую полевую систему из агитаторов. Они все еще где-то работают, эти знания все еще нужны, но информация к людям приходит принципиально другими каналами и другими способами. И все это меняется. Вот так же и государства. Вот смотрите, государства во всем мире устаревают. Они не нужны. И поэтому футуристы говорят о следующем, что мир идет не к сообществам государств, а к сообществам городов. А это местное самоуправление, это местные громады, это власть, которая находится близко и рядом. Мир идет к технологиям, мир идет к прямой демократии, мир идет к большим личным свободам. И это все надо понимать. К личным свободам сейчас говорят наоборот, свободы будет все меньше у людей. Нет. Вакцинация, контроль. Нет, не так. Это одно другого не отрицает. Мир становится прозрачней, а значит он становится безопасней. Потому что даже когда, извините меня, любое преступление становится совершить все более труднее, потому что очевидно. То есть грубо говоря, он идет к личным свободам, но ты должен четко понимать, что никакой двойной жизни быть не может. Все, что хочешь скрыть, теперь значительно более открыто. Но это же может быть как в Китае, где-то у тебя будут баллы. Вы почему-то путаете личные свободы и прозрачность мира, это разные вещи. Но оно соприкасается. Давайте так, я вам скажу про три тенденции будущего года в мировом масштабе. Во-первых, это возврат в Америку традиционных подходов к управлению страной вместе с Байденом, который мне не нравится. Но я не являюсь сторонником, и мне не нравится также Трамп. Второе, это нарастание конкуренции, теперь полярность мира тоже двухполярным, но только раньше это был Советский Союз и Соединенные Штаты, теперь и Соединенные Штаты и Китай. И Китай начнет конкурировать не только в политической сфере, он начнет конкурировать в технологической и в сфере экономической. Соединенными Штатами. И, наверное, третья важная тенденция, это четкое осознание, что границы стираются между разными странами. А приоритет государства становится все менее эффективными, и тот же космос, и многие другие технологические сферы, новые фронтиры, так называемые, должны осваивать частным способом. Частные компании, кстати, Украина может найти свое место в этой части, даже в части космоса. Потому что у нас огромное количество людей, возможностей ради частной компании, которые бы обслуживали космическую промышленность, и такие есть. Там одна днепропетровская нацфера. Чего стоит, просто мы меньше знаем, мы больше обращаем внимание на Илона Маска, и не знаем, что у нас есть люди такого же, возможно, близкого к этому масштаба, ну, по крайней мере, такого же тренда, принадлежащего к этому мировому тренду. И каждый из нас может принимать в этом участие. Но самое главное, коронавирус показал, что мы не только можем общими частными усилиями мира решать какие-то мировые проблемы, освоение космоса, колонизация Марса, но также и бороться с теми вызовами, которые стоят перед нами. Такими как, хотя я не являюсь сторонником теории глобального потепления, зависящего от человеческой деятельности, но так или иначе общие вызовы, такие как пандемия, такие как всякие прочие угрозы, которые стоят перед человечеством, они общие. То есть, грубо говоря, четкое осознание того, что мы являемся пассажирами на одном маленьком космическом корабле под названием планета Земля. И если мы начнем так не мыслить глобально, да, а решать свои узкие маленькие местечковые проблемы, то мы окажемся плохими пассажирами, судьба которых очень может оказаться печальной. Вам ближе какой сценарий, по которому мы будем жить в следующем году? Мне бы хотелось экономического роста, потому что, мне кажется, за это время психологически пружину вот такого экономического неуспеха сжали до самого низа, вот она должна распрямляться. А если быть реалистом? А что такое реалист? В данном случае я сейчас другой просто. Учитывая те факты, которые есть сегодня. То есть, вы говорите так, вы так говорите, вы Сергей, вы Сергей, вы Сергей пессимист, а, вернее, оптимист, а если быть пессимистом? Во-первых, я не хочу быть пессимистом, во-вторых, вопрос звучал по-другому. А вы чего хотите? Я хочу оптимизма. Я хочу развития, я хочу хороших фактов, хороших новостей, я хочу здравомыслия, я хочу, чтобы побеждали люди прогресса, а не люди регресса, которые вечно ноют опрос. Это все хотим, я уверена, наши зрители, но если делать прогноз на следующий год, как, скорее всего, будет, несмотря на то, что мы хотим... Мы живем во времена, когда турбулентность событий так высока и уровень оптимист так высокий, что лучше не делать прогнозы, лучше мечтать о позитивном и прилагать к этому максимальное усилие. Сергей, я очень рада, что все-таки на позитивной ноте мы закончим наше интервью, я думаю, что следующее как раз мы можем сделать по трендам на следующий год, как будет жить мир, как будет жить Украина в новом 2021 году. Я вас благодарю за интересную беседу. Сергей Гайдай был на Политека. Спасибо, что смотрели нас. И не забывайте подписаться на наш YouTube-канал. Продолжение следует...